Для этого нам понадобится 1 апельсин и 1 лимон. С помощью мелкой терки снимаем с апельсина цедру. Чтобы было проще натереть цедру, не задев белую часть, выбирайте толстокожий плод. Желательно предварительно апельсин охладить. С лимона также снимаем цедру. Под тонким цветным слоем цедры находится белая губчатая мякоть. Она не имеет аромата. Более того, может горчить и испортить вкус блюда. Поэтому, когда мы говорим цедра, имеется ввиду только тонкий, яркий, ароматный слой без мякоти. С апельсина срезаем верхний белый слой, который будет горчить. А мякоть нарезаем на кусочки. Убираем все косточки. И отправляем нарезанный апельсин в стакан от блендера или любую другую удобную емкость. Все то же самое мы повторяем с лимоном. Так начинка получится очень вкусная. Цитрусовая, но без горечи. С помощью блендера хорошо все измельчаем, чтобы получилась примерно однородная масса. В зависимости от мощности блендера, вам понадобится от 2 до 5 минут. В итоге у нас получилась вот такая вот цитрусовая масса. Я ее пропускаю через сито, чтобы отделить сок от мякоти. Небольшую кастрюльку с толстым дном отправляем на огонь. Выливаем цитрусовый сок. Добавляем сахар и хорошо все перемешиваем до полного растворения сахара. Количество сахара регулируйте по своему вкусу, в зависимости от сладости апельсина. Теперь высыпаем крахмал. И постоянно помешивая, варим до закипания. Когда масса начнет закипать, добавляем мякоть лимона и апельсина. И хорошо все перемешиваем. Варим еще буквально 2-3 минуты. И снимаем с огня. Наша начинка готова. Начнем с того, что муку нужно просеять с помощью сито. Этот простой прием поможет сделать готовый пирог более нежным. В просеянную муку нужно натереть холодное сливочное масло. Я делаю это с помощью терки. Также можно измельчить при помощи ножа или кухонного измельчителя. Уже сразу смешивая муку с холодным маслом. Масло используйте качественное, с процентом жирности не менее 82%. Теперь нужно руками хорошо все растереть до состояния мелкой крошки. Примерно так в итоге должно получиться. Добавляем теперь немного разрыхлителя для теста. И пару ложек сметаны или йогурта. Тщательно все перемешиваем и замешиваем тесто. Удобнее всего это делать руками. Всего пара минут и тесто готово. Теперь нужно разделить тесто на две части. Одна часть должна быть больше, а вторая чуть меньше. Меньшую часть накрываем пищевой пленкой и убираем в морозильную камеру на 15 минут. Большую часть теста распределяем теперь по дну формы и формируем небольшие бортики. У меня форма диаметром 20 сантиметров. Посмотрите, как в итоге должно получиться. Когда начинка немного остынет, выкладываем ее на тесто и равномерно все распределяем, чтобы получился одинаковый слой. Теперь осталось сверху натереть на терке оставшуюся часть сильно охлажденного теста. Выпекать пирог будем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут до легкого зарумянивания. Вот и все, наш пирог готов. Вынимаем его из формы и давайте скорее посмотрим, какой же он внутри. Яркий, невероятно вкусный, такой сочный и ароматный лимонно-апельсиновый пирог на песочной основе. Пирог получается в меру сладким, с легкой кислинкой и насыщенным вкусом апельсина. Это прекрасный вариант выпечки как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Так что очень рекомендую попробовать приготовить. Вам обязательно должно понравиться. А я с нетерпением буду ждать ваши отзывы в комментариях. Итак, берем муку из твердых сортов пшеницы, можно взять и обычную. Добавляем сахар и сливочное масло. Берите только настоящее масло с жирностью 82,5%. Оно должно быть комнатной температуры. Нарезаем кубиками прямо в муку. А теперь будем делать крошку. Пропускаем муку и масло между пальчиками. Хорошо разминая и делая однородную массу. На самом деле делается все это очень быстро. Хотя может показаться, что долго. А теперь добавим апельсиновую цедру. В тесто нужно добавить половинку одного апельсина. А цедру от второй половинки мы оставим для украшения. Аромат будет просто потрясающим. Все перемешиваем и высыпаем тесто в форму для выпечки с пергаментной бумагой. Распределяем и немного утрабовываем тесто. Но не сильно, чтобы оно было воздушным. У нас должна получиться толщина около 1 см. Вилочкой прокалываем тесто, чтобы выходил пар и оно не поднялось. Выпекаем тесто при температуре 190 градусов ровно 20 минут. Пока тесто еще теплое, посыпаем немного сахарной пудрой. Теперь добавляем сверху апельсиновую цедру. И в конце поливаем все жидким шоколадом. Я растопила плитку на водяной бане. Шоколад у меня темный. Делаем это хаотично, чтобы получились разные произвольные линии. На этом этапе смело приглашайте детвору. Они сделают чудесный беспорядок на высшем уровне. Это настоящее объедение. Простой и обалденно вкусный десерт. В магазине вы ничего подобного не найдете. А самое главное, что он делается очень быстро и абсолютно несложно. И из продуктов, которые всегда есть под рукой. Так что обязательно попробуйте. Он очень нежный и ароматный. Для начала в емкость высыпаем просеянную кукурузную муку. Теперь добавляем рисовую и разрыхлитель. Все хорошо перемешиваем. Выпечка из рисовой муки более легкая для организма и намного полезнее. В последнее время я все чаще использую ее в различных рецептах. В отдельную емкость теперь разбиваем яйца. Добавляем сахарную пудру. И взбиваем все в воздушную однородную массу. Яркие желтки делают кекс красочно-золотистым. Продолжая взбивать, постепенно к яйцам добавляем сухую смесь. Когда масса получилась однородной и хорошо взбитой, добавляем сок и цедру одного апельсина. Все хорошо перемешиваем венчиком. И наше тесто готово. Выкладываем тесто по формочкам и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Кексы получаются мягкие и очень нежные. Структура рассыпчатая. И на следующий день выпечка такая же мягкая и более сочная. Итак, берем яйца, разбиваем в отдельную емкость. Добавляем сахар и все хорошо взбиваем пару минут до кремообразной массы. Размягченное сливочное масло отправляем в эту же емкость и хорошо взбиваем. Теперь добавляем муку и разрыхлитель. Муку лучше всего просеять, так кекс получится более воздушным и пышным. Хорошо вымешиваем тесто до однородного состояния. Выливаем апельсиновый сок. Теперь берем цедру одного апельсина и добавляем в яичную массу. И все тщательно перемешиваем. Форму для выпекания смазываем сливочным маслом и присыпаем немного мукой. Аккуратно выливаем тесто в форму и разравниваем. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Готовность можно проверить зубочисткой. Готовый кекс нужно остудить в форме. А пока сделаем глазурь. В сотейник высыпаем какао-порошок, добавляем сахарную пудру и все хорошо перемешиваем. Выливаем молоко и перемешивая, варим на среднем огне. Теперь добавляем сливочное масло и держим еще на огне пару минут, постоянно помешивая. Подробное приготовление шоколадной глазури есть у меня на канале. Вы можете посмотреть, чтобы все сделать правильно. Когда кекс остыл, поливаем его глазурью. Маленький секретик. Как только нанесли всю глазурь, дайте ей немного обсохнуть. Не подавайте сразу на стол. Тогда она не будет течь и липнуть к рукам. Пора всех звать к столу.